Баттл Баттл Никто не отменял Привет Я еще хотел С вами поделиться Такой мыслью Не мыслью, а просто Я хочу, чтобы вы знали Как бы Та вот ситуация Та ситуация, которая произошла Которой все писали То, что произошло в метро Как бы я Я когда бил этого типа Я не думал, что Об этом Это все так резко Начнут обсуждать Меня в тот момент Просто переклинило И для меня Просто вообще не существовало Никаких последствий В голове Ничего Мне было похуй И Блядь Все пишут То, что я типа Выследил этого типа Ну нафиг он мне нужен Его выслеживать Как именно Я его выслежу Я Тупо листал твиттер Наткнулся На какую-то хуйню Про себя И думаю по приколу Дай зайду на На страничку этого шута Посмотрю Кто он такой Я открываю его страничку Я вижу его лицо Ну мне стоит один раз Увидеть лицо Я запомню это лицо И тут я еду в метро Я хотел попасть на концерт Дипа Я хотел там потусить Я выхожу с метро И я вижу эту рожу То есть Если б я его не увидел Я б в жизни его не стал искать Я выхожу с метро И натыкаюсь на эту рожу Я думаю Охренеть совпадение И как бы я такой человек Что я не могу пройти мимо Не спросив у человека за слова То есть Я как бы не из тех Кто может пройти мимо Если я знаю Что этот человек Нес про меня Какую-то хуйню А те Твиты Которые показали За которые я якобы Его отпиздил Это все херня Я не буду говорить Что именно он писал Но поверьте Там было намного больше твитов Я просто не мог пройти мимо И все Я не хочу Чтобы меня ассоциировали Как С чуваком Который всем дает пизды Я хочу быть Именно Чтобы Люди узнавали меня За мой скилл За мой рэп Такие ситуации бывают Что делать Но я не хочу Именно Люди думают Что я это делаю специально Чтобы обо мне не забывали Чтобы Мое имя постоянно было на слуху Это не так У меня была куча драк В моей жизни Как бы Я не делаю это Для того чтобы Заработать Какой то кусок хайпа Просто так вышло И все Как бы Никаких сожалений Никаких оправданий Что было то и было Как бы так Я не смотрел этот бат Да я то забил чувак Я забил я просто Я еще раз говорю Я не хочу ассоциироваться у людей И с тем кто Блядь С быдлаком который ходит Блядь И всем раздает пизды Направо и налево Я не хочу быть известным За счет этого дерьма Понимаете о чем Я не хочу чтобы это обсуждали Блядь На всех каких то тупых сайтах А когда я его бил Я блядь представить не мог Что об этом напишут на The Flow То есть я тупо не подумал о последствиях У меня такое бывает Я часто что то делаю Я не думаю о последствиях Такие дела Ребята Такие дела Вот 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 Я говорил Еще на первом баттлее С каждым днем Мне все тяжелее контролировать свою злость Я хочу чтобы вы понимали Я все что я пишу Я пишу это искренне От души У меня все это идет От сердца Если я о чем то говорю Я говорю о реальных вещах Там понятно Там строчки блядь Там Проломай тебе башку кувалды Это блядь Это ну это что то из области фантастики Это так ну Большая часть того о чем я пишу Ну я реально могу это сделать Пацаны Как бы это мой персонаж Это я Это моя личность Как бы У меня поначалу было такое Что меня бесило Что люди говорят Да он вообще абсолютно не такой Каким он себя подает Я честно говорю Меня это одно время очень сильно бесило Я говорю Да они вообще обо мне ни хера не знают Какого хера они так пишут Какого хера они пишут Что я какой то мягкий Слабенький Мальчик Какого хера Было и так Здорово тости Кстати сделайте шума для тости Это тот чувак который нарисовал со мной арту Дайте ему шума Этот чувак реально охеренно рисует У пацана прям способности есть У пацана реально бля я как посмотрел что он нарисовал я думаю да ну нафиг ебать чувак круто делает Так что есть кому нужны арты А прощайтесь А прощайтесь А прощайтесь А прощайтесь А прощайтесь А прощайтесь Не Из бэйби Из бэйби Из бэйби тейпа я вот послушал ну вот это буй и все я больше ничего не слушал Как бы я посмотрел интервью, типа, но он вроде как хип-хоп хэд. Блядь, то есть, я там смотрел, где он там, видео, где чуваки угадывают видео. Я увидел, что он угадал клип МФ Дума такой сразу. Причем начал начитывать его текст из трека. Я такой думаю, блядь, этот чувак 100% хип-хоп голова. Но потом он не смог угадать трек Бести Бойса. Как это? Нет, то есть, я просто говорю, что ты, типа, круто рисуешь. Я не говорю, чтобы к тебе обращались, как к чуваку, который, типа, рисует арты на заказ. Я просто говорю, что ты круто рисуешь, чувак. Кстати, кое-что хочу вам рассказать. Одну очень интересную историю. Одну забавную историю, по-настоящему. Сейчас добью косой. Там единственное, то есть, ты там единственное, вот, что б я исправил в том арте, который ты нарисовал, это б я б стер РБЛ, а так все остальное, братан, супер вообще. Я б единственную надпись РБЛ, которая на груди была нарисована, я б ее стер, а так вообще супер, братан. Короче, я вам сейчас хочу поделиться с вами одной историей, как бы. Чтобы вы поняли, какие люди живут на этом свете. Сейчас. Салют еще неизвестно, пара. Короче, сейчас время самых интересных историй. Я эту историю расскажу, и я выйду в странцы, потому что у меня, как обычно, садится зарядка. Я считаю, ее быть, все должны услышать. Кстати. Узнаете место, нет? Кто узнал это место? Точняй. Да. Я эту заявку записал, наверное, в попытке из десятой, блядь. Потому что я как Микси, я не мог выговорить слова, я клянусь. Я в один момент, это было вот ровно год назад, я писал, стоял здесь заявку. И я в одной, я текст идеально знал, но я в одной строчке жестко сбивался, я не мог ее, блядь, произнести нормально. Я там уже пол заявки прочитал, у меня одна строка сбивается. Я в моменте начал беситься, а как Микси, я клянусь, я прям здесь начал орать, типа, блядь, почему у меня не получается. В итоге я набрался терпения, я записал ее заново. Короче. Сейчас. Я вам расскажу. историю, как я принял решение, почему я должен уходить с РБР. Короче, дело было так. После батла, после всей этой хуйни, да, это балкон, после вот всей хуйни, которая была на батле, вот с мовцом, там, ну, раз, да, меня, меня взбесило вот это судейское решение за Б. Не в том плане, что он, типа, отдал голос против меня. Мне похуй, вы можете, это ваше право, голосуйте против меня. Меня, во-первых, взбесило то, что он начал говорить там про какие-то домкраты, баяны. Ну, я считаю, если ты после первого батла меня чуть ли не боготворишь, там, говоришь в интервью, что ты меня слушаешь, можешь слушать только меня и Окси. И потом, спустя, там, полгода ты, блядь, чуть ли меня не с говном мешаешь, там, говоришь, у меня домкраты, баяны, вообще все хуйня, короче, и так далее. Это ладно. Я это стерпел. То есть, я на это не стал внимания обращать. Я выхожу с батла, и я, как бы, я вокруг особо не понимал, что происходит, знаешь, там, ну, когда во время батла, ну, для тебя, как бы, время очень быстро идет, и ты не замечаешь, что батл очень проходит быстро. Он идет вживую намного быстрее, чем на камеру. Ну, а само чувство времени, оно очень сильно ускоряется. И после батла так же. То есть, ты выходишь на улицу, полно людей подходят, тебе что-то говорят, и ты, как бы, половину информации тоже тебе говоришь. Говорят, ты ее даже не обрабатываешь, ты не понимаешь, ты просто можешь там кивнуть или что-то сказать, но ты до конца не понимаешь, что происходит, потому что огромный адреналин и так далее. И вот в моменте после батла я стою на улице, курю сишку, с кем-то базарю. И стоит, я вижу, Забе стоит, с Пиеном, о чем-то пиздя. Ну, я просто подхожу с ними, там, знаете, там на улице стоишь, там, сначала в один круг зайдешь, там, с одним пообщаешься, потом еще пойдешь, там, с другой компанией пообщаешься. И я так же подошел к ним, просто, типа, слушал разговоры, о чем там Пиен, Забе разговариваю. Встаю, кури сигарету. И, короче, Забе переключает внимание на меня и рассказывает Пиену, что, типа, блядь, какие у меня были хуевые раунды. Я стою, молчу, мы там что-то спорим, блядь, где нормальная строка была, где хуевая. Ну, я спокойно ему обсуждаю, я ему говорю, да не, блядь, мне кажется, это нормальная строка. Ну, короче, обсуждаем мои раунды. И в моменте, короче, он мне говорит... В моменте он мне говорит... Говорит, ты вообще, что пришел сюда, он мне говорит... Ты хотел 10 тысяч, ты их не получишь. Я, блядь, клянусь, блядь, я охуел, я просто охуел. Я говорю, какие 10 тысяч, я у тебя и не хотел денег, блядь. Я и не просил у тебя денег, а каких 10 тысяч ты вообще говоришь. Он такой, ну ладно, все, блядь, проехали. И когда вот этот... И все, и мы разошлись на этом моменте, я даже дальше не стал ничего говорить. Я как бы этот момент мимо себя пропустил. То есть я вначале особо толком не понимал, что он имел в виду, что он мне сказал. Я такой выхожу на... Я отхожу от них, иду дальше куда-то, блядь, в другой конец улицы. Я понимаю, что, блядь, я не знаю, где я буду дальше батлить, чем я вообще буду дальше заниматься. Но я точно больше не буду выступать на РБЛ, потому что у меня такое отношение, ну, блядь. Блядь, и кто, блядь, после таких слов будет вообще общаться, блядь, с человеком-то? Не говоря уже, а представлять там чью-то площадку. Я ушел, я не знал, что будет, где я буду выступать, что я буду делать. Я думал, ну, может, буду выступать там на каких-нибудь маленьких площадках, там, аннеграунных, там, блядь, вообще поебать. И тут я спустя час натыкаюсь на рестор, он меня приглашает к себе. Но это отдельная история. Я к чему это говорю? С какого хуя он начал говорить о каких-то деньгах? Я всегда батлил именно в свое удовольствие. У меня никогда не было целью там забатлить, чтобы, блядь, получить свои бабки и уехать. Я за все время, вот за все четыре батла, пока я там выступал, я клянусь, я ни разу ему не намекнул о деньгах. Ни разу, блядь, ни разу у нас не заходила речь о деньгах, блядь. Тем более, я проиграл батл. Вот на Лиг Ван, если ты второй раз подряд выигрываешь Лиг Ван, ты, по идее, должен получить свои 10 тысяч, которые ты заслуживаешь. Потому что, по правилам, после второй победы тебе полагается дать 10 тысяч. Но я проиграл второй батл. Так что, о каких деньгах я вообще могу говорить? То есть, я проиграл, и я вообще не имею права подходить кому-то просить деньги. Мы с ним стоим, общаемся, он меня спрашивает, ты что сюда пришел? Ты хотел 10 тысяч, ты их не получишь. Да засунь себе в жопу свои 10 тысяч, нахуй, блядь. Мне вообще нужны твои деньги после таких слов. То есть, я считаю, это так только может, только конченый какой-то пидорас вот такую фразу выдать, блядь. Я ни разу ему не говорил о деньгах, блядь. Ни разу. То есть, какой ты профессионал, если ты, блядь, переходишь сразу же на личности, блядь. Но это чистый переход на личность, блядь. Ты хотел 10 тысяч, ты их не получишь, а я их не хотел, блядь. Я ему даже так и не... Поэтому, блядь... Слушайте, если вы считаете это, вот, блядь... Если вы считаете это нормальная, вот такая фраза, блядь, вот так сказать, то... Что мне сказать? Я считаю это, блядь, гандонское поведение. Ну, это реально, это гандонское поведение. Только мрази себя так ведут. Я только вот недавно вспомнил эту ситуацию, я понял, что, блядь, я все правильно сделал, блядь. Ну, потому что так себя не ведут. Так себя реально не ведут. Блядь. Я, блядь, сколько денег потратил, блядь, на переезды, блядь, на проживание в гостиницах, блядь. Ни разу, ни разу, блядь, ни копейки у него не попросил. Ни разу у него копейки, блядь, за все время, пока я там был, не попросил. Ни копейки. И он из-за каких... Ладно, если б там сумма какая-то серьезная была, там 50 тысяч, 100 тысяч. Я из-за каких-то 10 тысяч подойду к человеку, блядь, скажу, дай мне, пожалуйста, деньги, блядь. Ну, это... Так себя не ведут. Вроде как взрослый мужик, блядь, бороду отрастил. Какого-то авторитета из себя строит. Ну, из-за каких-то 10 тысяч вот так вонять, блядь, с такой стороны себя выставлять. Ну, это, блядь. Слушай, пожар, я не знаю, сколько тебе лет, но ты какую-то хуйню здесь пишешь. Тебе с чего грустно? Грустно с того, что я говорю факты? Грустно с того, что я вот именно выхожу в Инстаграм и людям вот высказываю свою точку зрения? Я говорю искренне. Я говорю то, что я думаю. Вот это моя позиция. Я считаю, что вот после таких слов, блядь, если какой-то батловик останется, вот после такой фразы, вот эта конкретная меня фраза убила, блядь. Ты хочешь 10 тысяч, ты их не получишь. Если какой-то батловик останется, блядь, будет дальше батлить на этой площадке, блядь, покажите мне такого. Я к нему подойду и скажу, ты терпила, вонючий. Вот, блядь. Ты терпила, вонючий. Я вот так скажу. Кому он там собирает, блядь? Может быть, кому-то он там дает. Я не исключаю, что он им овцу дал бабки сразу же после Лиг Ван первой победы, после которой бабки не полагаются. Я не исключаю, что он мог ему дать деньги после этого. Но я говорю по фактам, я вот говорю, как было. А мы еще увидимся, сколько раз с этим забыть, блядь. Я думаю, у нас еще будет разговор. По-любому мы еще все это обсудим. Не знаю, правда, как это все будет выглядеть со стороны, происходить. Я в тот момент, когда он мне это сказал, я просто особо, ну, блядь, я до конца не понимал, что мне говорят. То есть я не до конца переварил, что он мне хотел сказать. Как-то так. Не, пацаны, если здесь есть взрослые пацаны, если здесь есть взрослые пацаны, блядь, вот если вы считаете это нормально, вот такая фраза, ну, напишите мне. Если вы... Ну, я думаю, мало кто, блядь, со мной согласится, что это нормальная ситуация. Я к человеку с душой, со всей душой, блядь, братан, спасибо, что ты меня взял на проект, блядь. Я к нему со всей душой, а реально ему был благодарен. А тут, блядь, хуякс, такая хуйня. Я говорю, нихуя себе, что он себе позволяет, блядь. Это действительно, это ненормальная ситуация, пацаны. Ну, блядь, ну так себя взрослый мужик не ведет. Вот, ладно, ему там было сколько мне, там, или... Ему под тридцатник, блядь, у него борода растет, блядь. Ты из-за каких-то десяти тысяч вонючих вот с такой стороны себя выставляешь, блядь. Показываешь свою сущность гнилую, блядь. Ну, что это за дела, блядь. Никому подойди не расскажи, но это смешно, блядь. За Б больше поверят, потому что у него больше, блядь. Ты реально маленькая девочка. Я что, пиздеть буду? Я говорю, как есть. Вот чтоб я, блядь, провалился, если я сейчас что-то приврал, сказал не так. Мне все равно, сколько у кого фанатов. Я вот говорю, я вижу здесь вроде как нормальные пацаны сидят, смотрят. Взрослые есть пацаны вроде как. Вот люди понимают. Кто меня хуесосит? Вы меня в лицо за хуесосите, блядь. Вы знаете, что будет, блядь, хуесосят, блядь. Меня хуесосят долбоебы, которые сидят со своей колокольней, блядь. Дальше своей колокольней ничего не видели, блядь. И вот они именно свою позицию, блядь, оглашают за счет того, что они слышали, блядь. Хотя они не видели того, что видел я своими глазами, то, что слышал я, блядь. Поверят, не поверят. Там стоял ПМ, блядь. И еще дохуя людей было вокруг меня в тот момент, когда он мне это сказал, блядь. Я уверен, найдутся люди, которые помнят эту хуйню. А если он скажет, что такого не было, ну, блядь, получается, он балабол. Тогда получается, что он балабол, если он будет отрицать то, что он мне такое сказал. Получается, он балабол. Короче, я все рассказал, что я хотел сказать. Да, пожалуйста, такой сейчас, блядь. Забе меня вызовет на батл. Нахуй ему надо. Он мечтает Оксимирона забатлить. Я не уровень Забе. Его уровень это Окси. О чем вообще речь? Я в какие соперники ему гожусь? Да, пожалуйста. Это все одна и та же сигарета. Удачи, братан, удачи. Успехов тебе тоже от души. Короче, всем peace out. Всем удачи, пацаны. Я тоже выхожу с хранцы. Батлы еще будут в следующем году. Потерпите чуть-чуть. Мне тоже надо отдохнуть, сил набраться. Новый год с новыми силами. Всем удачи, всем пока. От души.